Всем привет! Меня зовут Вероника, и с вами Puzzle English. Наверняка слышали, как носители используют wanna-gonna в своей речи, но в учебниках-то так-то не учат, а в жизни есть. И как научиться правильно использовать эту неправильную грамматику? Давайте сегодня разберемся. Давайте начнем с того, что такие вещи, как wanna-gonna, они появляются не вдруг из ниоткуда, да? А от конкретных глаголов. Просто именно такая их вариация – это упрощение грамматической конструкции. Wanna пошло от want-to. Но want-to довольно сложно быстро произнести, да? Это замедляет быструю речь. Ну, посмотрите сами. Поэтому зачем так напрягаться, если можно упростить? I wanna go there. I wanna try that. to say, well, I'm not sure we should do that. So if that actually worked, I wanna try that. I definitely wanna try that. If that works. Важный момент. Те, кто очень стараются использовать эту современную конструкцию, часто допускают одну ошибку. Они используют to после wanna. То есть, например, если они хотят сказать Я хочу путешествовать по миру. Они могут сказать I wanna travel around the world. Или они хотят сказать Я хочу посмотреть фильм. I wanna watch a movie. Просто потому, что это не несет никакого смысла. То есть, задача wanna – упростить конструкцию. То есть, вместо want-to мы говорим wanna и продолжаем. I want to go. I wanna go. I want to travel. I wanna travel. И так далее. Теперь посмотрим на gonna. Какую грамматическую конструкцию упрощает gonna? To be going to do something. Намереваться, собираться, что-то сделать. Важно, что глагол to be все равно меняется в зависимости от местоимения. То есть, am, is или are. Только помним, что в разговорной речи всегда в сокращенном варианте. Рассмотрим сразу примеры. Я собираюсь встретиться со своими друзьями сегодня. И это трансформируется в I'm gonna meet with my friends tonight. И опять история с to. Если у нас gonna, то to уже не нужен. Сразу глагол. Я хочу посмотреть это. I'm gonna watch it. Мы это сделаем. We're gonna make it. И так далее. Давайте теперь попробуем сами. Что? Что-то не то, да? Согласны? Но потому что нам важно мыслить логически. Гона заменяет что? Going to do something. То есть, намерение что-то сделать. А she's going to this meeting. Это она идет, едет на эту встречу. То есть, здесь going это активный глагол, а не наша вспомогательная грамматическая конструкция. Если бы было Мы легко можем упростить это до Она собирается туда пойти. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Пиши плюс в комментариях, если это так. Или напиши тему, которая тебе интересна, и мы разберем ее в следующем видео. С вами была Fuzzle English. Подписывайся на наш канал и ставьте лайки. See you soon! Субтитры сделал DimaTorzok